Владельцы павильонов и ларьков написали письмо губернатору края с просьбой разобраться по их словам в беспределе. Якобы власти города отказываются продлевать соглашения и теперь временные сооружения попадают под снос. По сути предприниматели вынуждены свернуть свой бизнес. Павильон Натальи Деменчук работает без разрешения уже более полугода. Власти советского района отказываются продлевать договор аренды земли, ссылаясь на постановление администрации города. Оно запрещает устанавливать ларьки вблизи подземных коммуникаций. Бизнесвумен такой расклад, мягко говоря, удивил. Говорит, когда покупала павильон, на руках были все разрешения и о трубах речи не шло. Добиваться правды предпринимательница решила у краевых властей и прокуратуры. Мы добились, я считаю, очень многого. Мы добились того, что после нашего заявления прокуратура города Красноярска признала постановление, содержащим коррупционные возможности и подала сама в суд на отмену 55-го постановления. 16 декабря состоится второе заседание. По словам предпринимательницы, сейчас в городе без разрешения работает большая часть павильонов. От властей объединившиеся бизнесмены требуют одного – навести порядок. По замыслу городской администрации в этом должна помочь специально разработанная схема размещения временных торговых объектов. Расположение нестационарных торговых объектов вне этих схем невозможно. Таким образом, схема уже дает нам то, что на территории города будет установлен определенный порядок. Если твой павильон попал в эту схему, значит, необходимо сейчас создать условия. Павильон в этом месте может функционировать и существовать. Власти объясняют, в схему попали все торговые объекты, которые сейчас имеют разрешение. Но, по словам предпринимателей, это всего 40% от общего числа павильонов в городе. Те павильоны, которые существуют уже больше 10 лет, они попали под снос. Те, которые за последний год поставлены, они остаются в схеме. Будем добиваться, чтобы его переусмотрели по-другому. Почему мы должны страдать из-за того, что чиновники сделали в свое время то, о чем не подумали. Впрочем, власти не отрицают, они готовы к диалогу. Схемы и методы ее контроля утверждены еще не окончательно. С каждым бизнесменом чиновники обещают работать индивидуально и учитывать его пожелания. К примеру, сейчас даже рассматривается вариант предоставления земли через конкурс. Совершенно очевидно, что бизнесменам и властям города придется договариваться. И, по всей видимости, еще очень долго. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер 292-91-35. Артем Курчавый, Сергей Есиков. Афонтова. Новости.